В этом году в Вешкороле посадят новые деревья и кустарники, причем не только на улицах и проспектах, но и во дворах. Здесь, кстати, решающую роль будет играть желание шкаролинцев сделать свою придомовую территорию более зеленой. Баланс между числом срубленных и высаженных в Вешкороле деревьев и кустарников по итогам прошлого года остался отрицательным. Посадили в два раза меньше, чем вырубили. Причем ликвидация зеленых насаждений носит далеко не своевольный характер. Это мера вынужденная. Спиливают те деревья, которые находятся в аварийном или высохшем состоянии. От кустарников расчищаются заброшенные пустыри и территории, на которых планируется ввести строительство. Из комитета экологии города приходят тревожные данные. Из почти 8 тысяч обследованных специалистами деревьев, более 5 тысяч признаны подлежащими сносу по тем или иным причинам. Работа, которую предстоит провести городским властям, состоит в постепенной замене старых деревьев новыми. Естественно, с визуальной точки зрения зелени в Вешкороле поубавятся. Молодым деревням нужны годы для того, чтобы вырасти. Но таким образом создается задел на будущее. Сейчас у нас на территории города с 1 апреля по 1 мая объявлен месячник. Мы также в этот период провели уже специалисты комитета экологии, специалисты от управляющей компании, соответствующую инвентаризацию. Тот сухостой, который мы наблюдаем во дворах и имеет место у нас и на улице города быть. Мы, конечно, тоже будем его убирать, а уже осенью будем возобновлять. В планах на текущий год высадка деревьев и кустарников на улицах города. При этом озеленят и дворы. Важный момент – эта работа будет проводиться в соответствии с желанием самих горожан. В этом году мы запланировали более тысячи деревьев высадить на наших улицах города и не только. Мы также намерены в 70 дворовых территориях по желанию и по согласованию с жителями города осуществить массовую посадку и кустарников, и деревьев на придомовой территории. После того, как в летний период мы проведем благоустройство этих дворов. Так что в этом году будут такие довольно-таки масштабные мероприятия проведены по озеленению нашего города и по замене именно старых деревьев уже на новые благородные. В текущем году согласование сноса старых деревьев будет проводиться специалистами Комитета экологии по мере поступления заявок. И все работы по сносу зеленых насаждений будут компенсироваться посадками новых. В том случае, если горожане считают необходимо вырубить аварийные деревья во дворах и прилегающих к ним территориях, им необходимо обращаться в свои управляющие компании. Если же горожанин видит сухостой на территориях общего пользования, на улицах, в парках и скверах, он может обратиться непосредственно в администрацию Йошкаралы. Редактор субтитров А.Семкин